Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет поступил вопрос. Молись из-за нас умершие? Если мы представим, что же нас ждет смерти, и будем смотреть исключительно по Евангелию, то мы увидим там только весьма отдаленные образы, что праведникам Господь уготовит некоторую радость, грешникам некоторую скорбь. В принципе, Господь очень мало говорит о смерти, и этому есть важное богословское объяснение, потому что Господь говорит про себя, «Я Бог Аврамов, Исааков и Иаков, не Бог мертвых, но Бог живых». И в принципе, Господь проповедует жизнь, Господь проповедует победу жизни на смерти. И смерть — это лишь некоторый этап, лишь некоторый шаг, который человек делает, прежде чем воскреснуть на страшный суд и уже получить мзговоздаяние, либо благое в Царстве Небесном с Богом, либо, увы, печальное без Бога в глубинах адских. Однако вот этот период, тем не менее, занимает важное место в наших размышлениях, потому что и сами мы люди смертные, и мы тоже о своих близких усопших тоже переживаем. Поэтому нас больше всего может обнадежить и вроде является прямым ответом на вопрос стих один, который дан нам в книге «Порокова Руха». Книга «Порокова Руха», она входит в Библию, однако она признается неканонической. Что это значит? Это значит, что в отличие от других книг Священного Писания, она не богодухновенна, потому что любая книга Священного Писания, Ветхого, Нового Завета — это книга, которую писал человек со своими личными особенностями, но, тем не менее, Дух Святой, не сковывая творческую свободу и писательские особенности эти, не давал ничего ошибочного в этом тексте закрасцу. Книга «Порокова Руха» почитается как книга древняя, назидательная, полезная для души, но больше, можно сказать, на уровне святых отцов. Однако, поскольку в Библию она входит, мы все-таки оттуда прочитаем отрывок. Давайте откроем третью главу и посмотрим четвертый и пятый стих. «Господи Вседержители, Божий Израиль, услыши молитву умерших Израиля и сынов их, согрешивших пред Тобою, которые не послушали глаза Господа Бога своего, зато и постигли нас бедствие. Не вспоминай неправд отцов наших, но вспомни руку Твою и имя Твое все время». Еще раз повторю. «Услышь молитву умерших Израиля и сынов их, согрешивших Тебе». Это очень важный знак того, потому что мы вспоминаем, что святые-то за нас молятся, а тут что и даже люди согрешившие, что тоже они молитвы свои возносят Господу. В принципе, когда человек находится в полноте своей природы, он состоит из души и из тела, и это, конечно, его молитва облегчает. Мы молимся в душе, но можем подкрепить свою молитву, прочитывая молитву слуха, и более того, даже когда мысль проносится в наш центральный нервный узел, в наш мозг она проникает и там начинает как-то захватывать наше сознание, то тоже мы телом помогаем своей душе молиться, не говоря уже о том, что приступаем к таинствам церковным. Человек, не имеющий тела, увы, он очень ограничен своей молитвой. Тем не менее, мы верим, что души святых уже сейчас могут за нас предстательствовать и вместе с Богом, вообще не находясь, тоже к нашей молитве присоединяться. Собственно, когда мы молимся коммунити святых, например, святителю Николаю Чудотворцу, то, по сути, мы его просим, святитель Николай присоединись к нашей молитве Богу. То есть уже относительно святых у нас есть полная уверенность в том, что да, вот святой умер, но он все равно может за нас молиться. Книга Пророкова Руха, она дает немножко больше, она говорит, в принципе, вот те, которые согрешили, они тоже продолжают тебе молиться. Более того, вот такую молитву ее можно воспринять, как вспомним притчу о богаче и Лазаре, что богач, находясь уже в местах совсем нерадушных, он обращается к Аврааму с мольбой. Но молитва как раз и есть мольба. Молитва — это не заклинание, это некоторый разговор, беседы, и он просит как раз молитвенного предстоятельства Авраама, который тоже находится в пределах адских. Однако находится вот Илона Авраамова, некоторые обиталища праведников, которые ждут, пока Христос не снизойдет в ад, сокрушит врата и изведет их в жизнь вечную. Точно так же и души наших усопших близких, они в состоянии на эту молитву. Но поскольку они отделены от полноты существования, она им дается значительно сложнее. Почему мы и молимся на протяжении 40 дней усиленно за опукоение души человека? Мы не знаем, как время течет после смерти. Для бога тысячи лет как один день, и один день как тысячи лет. И как в духовном мире, где нет материального хода времени, как происходят вот эти все процессы. Тем не менее, первое время мы молимся так сугубо о душах наших усопших близких, потому что они находятся в состоянии, когда вот проходит некоторый частный суд Божий, который символически описывается как мытарство, то есть некоторые испытания грехов, и уже им не до того, чтобы помолиться за нас, но наоборот, они нуждаются в нашей молитве. Тем не менее, очень полезно вспомнить, как проходит чин прославления святых. Эта служба очень редкая, но по сути она состоит из панихиды, то есть заупокоенной службы о человеке, которая в определенный момент раз и перетекает в молебен. То есть мы только что молились о упокоении этого человека, а продолжаем молиться, как мы уже молимся ему. Вот так святых прославляют. Понятно, это я упростил сильно. Но точно так же, когда мы приходим на могилку человека, который святой жизни, возможно, его потом прославят в лике святых. И мы тоже берем и молимся об упокоении его души. Однако, если он уже с Господом, его душа пребывает, и он, правда, святой, пусть еще и не прославлен церковью, то эта наша молитва об упокоении, она, грубо говоря, тоже засчитывается, как молитва уже этому святому человеку. Вот совершались панихиды об упокоении царственных страстотерцев, до их прославления? Совершались. Значит ли это, что они тогда нуждались в молитве? Нет, если Господь принимает, принимает их к себе. Вот это то, что совсем недавно, то, что на нашей памяти происходило. Или тоже вот вспоминаю таких подвижников веры и благочестия, что митрополит Зиновий, схиархи Мандрит Виталий, которые старцы Глинской пустыни, они подвязались потом после закрытия монастыря на территории Грузии, и к ним ездили, умерли они с небольшим промежутком времени, и вот митрополит Зиновий, он уже прославлен в лике святых, а схиархи Мандрит Виталий не прославлен, хотя, в принципе, их многие одинаково почитают. Поэтому, ну, помню, ездили мы с паломниками и тоже подошли к мощам, уже обретенным в храме положенном митрополита Зиновий, там величания спели, подошли к могилке схиархи Мандрита Виталия, там уже спели литью. Тут надо понимать, что наш такой даже сформулированный вопрос, он имеет в своем основании неправильное понимание молитвы, правда, как вещь, которую ты вот что-то прочитываешь и что-то срабатывает. А молитва — это духовное общение. Мы, когда молимся за какого-то человека, за своего ближнего, который может быть на другом конце земли, мы, понятно, призываем к этому духовному общению его и Бога, даже если он сам не верующий человек, не молится. Это общение стоится. И точно так же, и когда мы молимся за усопшего, тоже мы объединяемся в нашей молитве. И, кроме того, надо помнить, что если в рай попали только те святые, которые в календаре есть, то у нас на спасение толком нет никаких шансов, потому что это люди совсем идеальные. Но все-таки Господь куда более милосерден. Большинство святых, которые с Господом пребывают, они не прославлены. Мы молимся о покоении их душ, а на самом деле они молятся за нас, и от этого нам куда больше пользы. Субтитры создавал DimaTorzok